Привет, красотки! Сегодня мы с вами будем тестировать, делать демо и ревью тональной основы от Catrice, которая называется Even Skin Tone Beautifying Foundation. Тональная основа для меня не новая, это видео не будет первым впечатлением. Эта вещь просто превзошла все мои ожидания, как мне кажется, она может вполне соперничать со всеми моими любимыми тональными основами, которые я пробовала до этого, которые были в моей коллекции. И что именно мне понравилось в ней, я вам сейчас расскажу. На одну часть я нанесу ее с помощью влажного своего спонжа, и на вторую часть лица я ее нанесу с помощью кисти, чтобы вы увидели разницу, если вы, например, предпочитаете наносить тональную основу с помощью кисти. Для этого видео я ее буду наносить саму по себе, но обычно я сейчас ее смешиваю с Ви Би Кримом от Garnier, потому что зимой в ней мне недостаточно увлажнения. Но это опять же не говорит о том, что это сухая тональная основа, просто моя кожа сейчас сохнет просто невероятно. Я не знаю, обычно я туда еще добавляю всякие сияющие штуки, поэтому не уверена, что мне этого хватит на все лицо неразбавленного ничем, но все что добавлю. Оттенок, мои девчонки, Even Sand. Единственный оттенок с желтым потоном, который я вообще там нашла. Хорошо для белоснежек, потому что там явно есть светлые цвета, и с розовым потоном я там явно видела какую-то тональную основу. А теперь вот этим влажным спонжем я буду вот на эту на левую часть лица наносить эту тональную основу, неразбавленную ничем, повторяюсь. Она очень хорошо скрывает все недостатки кожи. Мне кажется, если у вас проблемная кожа, если у вас есть какие-то неравномерно пигментированные участки, краснота, вот эта вещь вам это все дело поможет скрыть. То есть она явно не такая полупрозрачная. Но одновременно с этим, как мне кажется, даже несмотря на ее плотность, она не делает маску, что лично мне очень важно. Потому что многие тональные основы с моей сухой кожей делают маску. Она этого не делает. Вот так вот выглядит один слой этой тональной основы. Как вы видите, как мне кажется, она идеально подходит под мой цвет кожи сейчас, под мой потон. Она вообще сливается с кожей. Сравните левая часть, правая часть. Теперь я возьму кисточку и нанесу на правую часть лица ту же самую тональную основу. Но, как мне кажется, при нанесении с помощью кисти все тональные основы ложатся гораздо плотнее, то есть более пигментированно, чем при помощи вот этого у спонжа. Вот такая вот кисточка от Real Techniques. Я буду ее распределять по лицу. Да, это, конечно, была не очень умная идея распустить волосы сразу. Ну ладно, будем работать уже с тем, что есть. И, как вы видите, ее можно достраивать. Я сейчас взяла еще чуть-чуть основы и наношу полуслоя сверху вот этого одного слоя, чтобы посмотреть, насколько хорошо ее можно делать пол накроющей. Вот так она выглядит нанесенная с помощью спонжа. И вот так она выглядит нанесенная с помощью вот такой вот кисточки. С помощью кисточки она кроет плотнее, но тут уже на любителя. Опять же, повторюсь, это зависит от того, какой результат вы хотите от нее получить. Но она явно не делает пирог. Вы видите, она даже нанесенная достаточно плотным слоем все равно легла равномерно. Что еще нам обещает изготовитель этой тональной основы? Сзади на ней написано, что она помогает создать равномерное покрытие, скрывает темные участки, какие-то маленькие недостатки, красноту. И помогает избавиться от темных вот этих пигментаций, каких-то неравномерных на лице в течение 8 недель использования. Насчет этого не знаю, потому что я ее использую не постоянно, то есть я ее чередую с некоторыми другими тональными основами. Еще хорошая вещь, так это то, что в ней SPF 25. По стойкости девчонки я могу сказать, что у меня никаких проблем с ней не возникло. Как мне кажется, она держится весь день точно, она не смазывается, не сходит нигде, не плешивит, имеет достаточно сильный запах. Если у девчонки пробовали вот такой вот консилер от Catrice, Liquid Camouflage High Coverage Concealer, то вы знаете тогда, как пахнет эта тональная основа, потому что запах у них абсолютно идентичный. Финиш, как вы видите, этой тональной основы немножко матовый, но он не настолько матовый, чтобы сделать вам пудровое лицо, что лично мне очень важно, как обладателю сухой кожи. Она делает такое сатиновое ощущение, я, конечно, сверху всегда добавляю тонны хайлайтера, я обожаю хайлайтеры, вы знаете, но в целом даже без хайлайтера она не выглядит как мега сухая тональная основа, то есть знаете, вот это вот ощущение сразу пудровости, нет, она этого не дает, и именно поэтому она мне так и нравится, потому что она все равно дает ощущение, хоть и не влажной, но все равно такой сатиновой, реальной, человеческой кожей, только более идеальной текстурой, более гладкой, ну, вы сами видите, какой эффект она дает. Я не знаю, девчонки, как эта основа будет смотреться на жирной коже или даже на комби коже, если кто-то из вас имеет такой тип кожи, вы пробовали эту тональную основу, пожалуйста, напишите внизу ваш опыт, напишите, нравится вам или не нравится, чтобы это было полезно девчонкам, у которых тип кожи отличается от моего. Но на моей сухой коже это шикарная вещь, как мне кажется, по крайней мере, мое субъективное впечатление до сих пор от нее очень-очень хорошее. Надеюсь, вам было полезно это видео, спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!